Утро доброе! Это я еду на встречу с Виталиком из канала Израиль как он есть, снимать видео на его канал. Новости я еще не читала, поэтому настроение прекрасное. Еду в чудесное место и сейчас мы там с вами встретимся. Да безумие, прекрасное место. Эти сады Ротшильда. А в будний день, когда еще все люди на работе и тут никого нет, так ты прям кайфуешь от этого соединения тебя с природой. Парковка стала платной сюда. Я так давно здесь не была. Тогда просто бесплатно заезжаешь, а сейчас парковка платная. 25 шекелей. Почувствую себя на интервью у Дудя, сказал Виталик. Мы тут готовим интересную съемочку. Комары тоже готовы. Очень на это надеюсь. Это биологическое оружие Израиля. Не поликонтору. Правда они еще плохо распознают где свой, а где чужой. Подойду сейчас к самому любимому моему месту. Обожаю эту аллею с водопадиками и эти деревья. Вид на море. Ну что ж, наши дорогие подписчики. Наши дорогие подписчики. Мы с Виталиком сняли видео, которое выйдет у него на канале где-то уже скоро, поэтому следите за анонсами и слушайте. Ставьте лайки и подписывайтесь. Кали на канал. И к Виталику тоже. Там будет много интересного контента. Да, это точно. Ну что ж, дорогие родители, с началом учебного года нас. Да-да, именно нас и наших детей, потому что родитель в ответе за того, кого родил. И как этот кто-то потом будет учиться, где, в чьих руках, что он будет изучать. И пускать на самотек это нельзя. Особенно в Израиле, где система образования начальных классов очень слабая. И поэтому родитель должен быть внутри процесса. И первый месяц, сентябрь, лично у меня, не знаю, как у других, все так же, как и ученика, уходит на то, чтобы изучить расписание в школе у ребенка. Чтобы проконтролировать, какие учебники, тетрадки он взял с собой. Настроить еду, те завтраки, которые он берет с собой, и войти в эту систему тоже. Посмотреть, что за учителя зашли в процесс. Потому что каждый год они меняются. Это больная тема для Израиля. Очень жалко, что учителя и врачи по-прежнему не становятся профессией, которая вызывает уважение. Что я имею в виду? Конечно, безусловно, она вызывает уважение, и люди это уважают. Но хотелось бы, чтобы, конечно, и государство больше направляло туда и денег, и внимание. Потому что все чаще, с каждым годом, все больше приходится обращаться, что в медицине к частным врачам, что в образовании, к репетиторам. Потому что, что хорошие врачи, что хорошие преподаватели, учителя, они не выдерживают той системы или той зарплаты, в которую их помещает государство. Это печально. И повезло тем родителям и детям, в чьих школах прекрасные учителя. Это уже становится редкостью, но еще существует. В нашей школе, слава богу, по крайней мере, в Лереном классе, тьфу-тьфу, я очень боялась, что учительница, которая придет в этом году к нам, не найдет общего языка с моим ребенком, или ребенок не найдет общий язык с ней. Но, слава богу, все хорошо. Мне очень нравится эта учительница. Лера тоже обрадовалась, что она их классный руководитель теперь. Я противник того, чтобы нагружать максимально ребенка и отбирать у него детство. Я за золотую середину, потому что считаю, что детство быстро проходит, и у ребенка должны быть положительные эмоции, и чтобы ни в коем случае не пропало вот это желание в будущем учиться и постигать этот мир. Потому что у меня, вот, я настолько трудилась, я настолько училась. В университете на первом курсе я выгорела, я заболела, я настолько много отдавалась этому всему, что потом мне очень тяжело было дальше. И прям какая-то травма внутри меня произошла, когда даже фразы говорят, вот надо учиться, надо идти учиться, вот отторжение. Хотя я постоянно что-то учу, ну, сама, да, сама, не на каких-то курсах, но важно не перегнуть. Так как 1 сентября день в школе был короткий, учились они только до 12, я была дома вторую половину дня. И не пришло мне ничего лучше в голову, как сесть и изучать новости. Перед этим я видела утром, что в Израиль вернули 6 тел заложников, и, оказывается, этих заложников, которые были больше, чем 300 дней в плену живыми, убили прям накануне. Это вызвало у израильтян, и это правильно, безумный резонанс. Это невозможно, невозможно постоянно получать такие новости и не принимать их близко к сердцу. И, конечно же, тут не только люди, но и организации подключились. Это привело к тому, что к вечеру в Тель-Авиве вышло на митинг где-то полмиллиона человек. Не позавидую тем, кто живет в центре страны, в Гуждане. Но тема заложников и правда очень важная. И столько дней прошло, авоз и ныне там, и люди уже не могут. Тяжело, хватит, сколько можно, давайте уже как-то. Я, вот лично, я за сделку, я за то, чтобы быстрее вернуть заложников в Израиль. Ну, я против сделки любой ценой, а люди требуют. Подключился профсоюз, Гестадрут, и сказал, что давайте устроим забастовку. На самом деле Гестадрут, он должен защищать права трудящих. А тут получается, что он собирает забастовку по политическим мотивам. Это в корне незаконное действие. И когда поступают первые новости о том, что забастовка будет, в это не верится. Потому что, ну как, это же незаконно, сейчас богатс наложат на это вето и т.д. и т.п. Но приходят сообщения из школы, что завтра занятий не будет. Потом приходят сообщения, но это еще не точно. Утром получаю сообщения, что, да, забастовка таки будет, учителя таки подключатся, но уроки будут до 11.45. И вот знаете, вот это, что постоянно что-то меняется. Ты не хочешь уже читать эти новости, но у тебя нет другого выхода. Тебе постоянно надо смотреть, ну, по крайней мере, в родительскую группу, что там происходит. Идти завтра в школу, не идти завтра в школу. Планировать как-то свой день, не планировать как-то свой день. И потом начинают писать, что и аэропорт не будет что-то там работать с 8 до 10. При этом на рейсах это никак не отобразится, что сдвинут перелеты, что ли. В общем, какой-то балаган, вот это все, вот этот весь бардак. Когда в стране война. Добавлять вот этого хаоса и в экономику, которая и так страдает, и людям, и вот этот раздорсит. Я не считаю это правильным. И вот сейчас я записываю на следующий день, когда забастовка в разгаре. То есть часть организаций, часть фирм действительно не работают. Многие города подключились, то есть это на уровне муниципалитетов. И где-то сейчас должно быть решение о богатстве, запретит он эту забастовку или нет. Мне не нравится то, что закон, который должен работать, не работает. Это по поводу гистодрута. Гистодрут не имеет собирать забастовки по политическим мотивам и точка. Сделку сделать надо, но не любыми путями. Никто не хочет сейчас отпустить Хамас и дать ему отдыхать. Скажем так, давай, набирайся сил, дорогой, а мы тебе поможем. Тем, что развалим сами себя с середины. И опять через 5-10 лет повторится вот такой же сценарий, как был 7 октября. Лично мне такое знать не особо. Поэтому в видео, которое мы снимали с Виталиком, я много говорила о том, что Израиль страна сложная. И не для всех она. И люди, которые сюда едут, должны это понимать. Последний год у нас спокойствия нет. И мы не знаем, когда оно появится в ближайшее время. Сейчас иду еще посмотрю две прекрасные квартирки и вам их покажу. Сегодня же вечером еще едем на свадьбу. Знаете, когда происходят такие странные новости. И с одной стороны понимаю, что жизнь дальше продолжается и все прекрасно. То есть вчера, сегодня тоже и вчера вечером хоронили этих заложников. Тут у других людей свадьба. И люди, которые заказали этот зал, они ничего отменять не будут ни по какому поводу. И это понятно. У них радостное событие. Но вот так вот, чтобы вы понимали, живет Израиль. У одних беда, у других радость. И это жизнь. Это надо принимать. Просто в организме, когда ты вначале вот этих новостей начитаешься, потом идешь на радостное событие, это тоже все бурлит и не может никак устаканиться. Как-то на свадьбу еду я одна с своей подружкой. Фактически везу ее на свадьбу. Я даже не знаю этих людей. Но в Израиле это нормально, когда на свадьбу приходят незнакомые люди. Но это я про себя. Так что если я что-то немножко смогу, то смогу, конечно. Сниму для вас хоть такие вот радостные и приятные события. Потому что свадьба это начало новой семьи, это начало новой жизни. Потому что рано или поздно эта пара родит детишек и будет продолжение рода. Не прекрасно ли это? Показывала вам эту большую четырехкомнатную квартиру где-то год назад. Еще рассказывала про нее, что для большой семьи квартирка. Три спальни с кондиционерами. Ванная есть. Туалета здесь целых три. Тут есть шкафы. Кухня большая, просторная, с техническим балкончиком. Салон просторный. Еще одну комнату пропустила. Тоже большую, красивую. Много окон. Кондиционер такой, но он хорошо работает. Это гардеробная. Как и в салоне тоже. Кондиционер старого образца, но он тоже хорошо работает. Хозяйка не готова пока что менять. Дому где-то 20 лет. Вот есть такой вот балкон прекрасный. Это на улице Тарна. Хорошее место, локация. Цена 4800. Для такой большой квартиры это хорошая цена на данный момент. Арнона где-то 1400 за два месяца. И ватбайт 300 в месяц. Потом я поехала в город Оракива, чтобы посмотреть еще одну квартиру. Это я проезжаю по району Орьям. Это новый красивый район в Оракива. А еду я в район Ород. Сейчас будет прекрасная квартирка двухкомнатная с мебелью. Сейчас вам все покажу. Милая светлая после ремонтика с мебелью двухкомнатная. Спальня она же Мамат. Что в наше время важно. Тоже есть шкаф. Кухня хорошенькая. Там и арба. Туалет с душевой. Все чисто. Техническая часть. Газ на две комфорты. И огромный плюс. Это балкон. Он узкий. Но накрытый. И можно тут все-таки как-то его использовать. И посмотрите какой шикарный вид из окна. Район Ород. Оракива. Аренда 3500. Байт 130. Арно на 400 за два месяца. Это классная квартира. На свадьбу едем. А вы как на свадьбу ездите? Вот так вот. Въездик в Израиле на свадьбу. Вот это зал торжеств. Вот это я понимаю. Вначале за столом сидишь. Потом в бассейн прыгаешь. Люди потихоньку собираются. Скоро будет бракосочетание. Хупа. Идем попить. Спасибо за комментарии. Моя яркая подруга. Я тут снимаю. Вечер перед хупой. Бой. Спасибо. По-тугу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok